Усадьба Гребнева оживает после карантина и здесь вновь ждут гостей. В минувшее воскресенье в усадьбе открылся огромный белоснежного цвета, как его называют у строителей, гранд-шатер, в который пригласили представителей московских свадебных и развлекательных агентств. Сюда они могут в дальнейшем привозить своих клиентов. Современное сооружение вполне органично смотрится в окружении старинных построек. На самом деле в свадебной индустрии сами клиенты, невесты, они очень тянутся к искусству. И они хотят, чтобы было красиво, хотят, чтобы была природа, чтобы был свежий воздух, чтобы были какие-то красоты, фотосессии. Поэтому почему бы не соединять такие исторические места с шатрами, в которых проводятся различные праздники. Для гостей развернули развлекательную программу. Здесь и игра «Форт Боярд», и дефиле модельных красавиц, и завораживающее исполнение фокусником всяких таинственных трюков. На площадке перед гранд-шатром искусница-кузнец изготавливает различные поделки. Для гостей проводят экскурсии по территории, находящейся на реконструкции усадьбы Гребнево. В 2018 году владельцем усадьбы стал бизнесмен, меценат и деятель искусств Андрей Аркадьевич Ковалев. В перспективе это создание историко-культурного кластера, самого большого в Европе. В его планы входит создание музея живописи, рыцарских доспехов и, естественно, историко-биографической экспозиции, которая посвящена всем владельцам усадьбы Гребнево. Ну а пока появился этот гранд-шатер. Его площадь более 800 квадратных метров. Организаторы утверждают, что он один из самых больших в Московской области. Есть еще и открытая веранда на 500 квадратных метров, а из нее красивейший вид на барские пруды и острова с сосновым лесом. Атмосфера действительно романтическая и побуждает верить, что жизнь возвращается в нормальное русло. Андрей Циходович, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.